Добрый вечер, уважаемые коллеги. Тема сегодняшней презентации это механизм реализации федерального закона номер 15, мы его сегодня так будем называть «В охране здоровья граждан производства табачного дыма и последствия потребления табака». Он был принят в феврале месяца этого года и вот в соответствии с ним был разработан пакет поправок как в Кодекс об административных правонарушениях, так и законом о рекламе. Поправки эти были приняты Государственной Думой 15 октября, 21 они уже были подписаны президентом и вот собственно об этом комплексе составов административных правонарушений, которые введены в соответствии с ФЗ номер 15 основным законом, мы сегодня и поговорим. Закон вступает в силу с 15 ноября и предполагает следующее. Значит, о том, что он был разработан в соответствии с фундаментальным нашим принятым законом, я уже сказал, самое главное, что он вводит также и запрет рекламы, полный запрет рекламы, который Российская Федерация должна в соответствии с РКБТ ввести еще до 1 сентября этого года, но небольшая задержка, но 15 ноября все-таки этот запрет вступит в силу. Какими составами дополняется Кодекс административных правонарушений? Значит, это вовлечение совершеннолетнего в процесс потребления табака, это статья 6.23 КААП будет, здесь далее в скобках указаны все статьи, которые будут в КААПе присутствовать. Курение на отдельных территориях, помещениях и на объектах, это статья 6.24 будет КААПа. Несоблюдение требований к знаку запрете курения, это 6.25, несоблюдение требований к выделению оснащения мест для курения, как на открытом воздухе, так и изолированных, это статья 6.25, часть 2, общие требования к собственнику и просто к собственнику, как мы его будем называть, по отсутствию контроля, не исполнения обязанностей по контролю за осуществлением в целом норм федерального закона, там, в принципе, всего законодательства, но это мы понимаем, что преимущество на федеральном законе, 15, номер 15. Значит, стимулирование исполнительства табака, реклама табака, не исполнение обязанностей трансляции социальной рекламы в ряде потребления табака, это при демонстрации процесса потребления или самих табачных изделий в фильмах для взрослых, если это является частью художественного зона. Соблюдение ограничений нарушения запретов в сфере торговли табачной продукции. Ну, вот такой набор будет составом. Значит, начнем с первого, вовлечение несовершеннолетнего в процесс потребления табака, вводится он в соответствии со статьей 20 федерального закона, номер 15. Что такое вовлечение? Это покупка, передача несовершеннолетними табачных изделий, либо предложение, требование употребить эти табачные изделия. Рассматривать такие дела будет комиссия по делам несовершеннолетних. Полиция имеет право составлять протокол. То есть, если у нас есть факт этого правонарушения, мы можем обращаться как к полиции, так сразу и к комиссию по делам несовершеннолетних. Для граждан здесь за это правонарушение предусмотрен штраф от 1 до 2 тысяч рублей, и для родителей и законных представителей штраф больше от 2 тысяч до 3 тысяч рублей. Следующая статья, это основная статья, одна из основных, но, скажем, основная, за нарушение запрета курения на отдельных территориях, помещениях и на объектах. И ТАА будет предусматривать следующую величину разной штрафа. То есть, за курение на детской площадке будет самый большой штраф, это от 2 до 3 тысяч рублей. В остальных местах, которые перечислены в статье 12 федерального закона 15-го, от 500 до 1500 рублей. Значит, кто сможет штрафовать граждан? Граждан сможет штрафовать полиция, Роспотребнадзор, Госпожнадзор, Ространснадзор, то есть, то, что касается транспорта, Государственная жилищная инспекция, то, что касается медиквартирных домов, и Росграбнадзор, то, что касается учреждений медицины. Сейчас мы подробно рассмотрим каждый сегмент этих мест. Значит, что касается территории перемещений, предназначенных для оказания медицинских, реабилитационных и санаторных урокных услуг. Значит, во время проверок в таких учреждениях непосредственно граждан сможет штрафовать ГОСПОВНадзор в рамках своих полномочий, когда он будет осуществлять контроль, Роспотребнадзор, полиция, и вот здесь Роспотребнадзор, но здесь специфика заключается в том, что Роспотребнадзор может составлять протокол только. Какое здесь различие? То есть, если ГОСПОВНадзор сразу сможет применять санкции, то есть, соответственно, выписывать штраф, то Роспотребнадзор сможет просто фиксировать правонарушения и направлять протокол в любой из этих органов, наделенных полномочиями рассматривать именно дела и накладывать штраф. То есть, это либо ГОСПОВНадзор, либо Роспотребнадзор, либо полиция. Такой маленький нюанс, здесь так рекомендатель определил. Значит, дальше, что в многоквартирных домах? Многоквартирные дома, это будет в первую очередь государственная жилищная инспекция, курировать, и полиция. То есть, это если летничные клетки, марши какие-то, общая собственность долевая, то вот эти два органа будут в первую очередь это делать и третьим приоритетом это год-поздно обзор, туда тоже можно обращаться. Полиция, скорее всего, будет здесь все-таки ссылаться на государственную жилищную инспекцию, напоминение, туда тоже нужно писать, звонить и заставлять участковых работать в соответствии с КААТом. Они наделены такими, по-моему, еще. Что касается транспорта, это, конечно же, непосредственно Ространснабзор. Вторую очередь это полиция на транспорте. В третью очередь здесь наделен распотребнабзор тоже такими же функциями рассматривать дела нарушения запретов курения на транспорте. И год поздно обзор вот этот набор органов в том действии. В целом, места, где курение запрещено, то есть это образовательные учреждения, учреждения культуры, спорта, рабочие места, рабочие зоны, помещения органов госвласти, софт, служб, детские площадки, а также рестораны, бары, гостиницы это с 1 июня 2014 года будут под надзором госпотребнабзора, господинабзора и полиции. Три органа на остальные все места будут распределены. Здесь, наверное, нужно понимать, что если это касается в целом каких-то общественных мест, например, где-то на открытом воздухе, где-то территории, например, те же самые учреждения культуры, спорта, рабочее, рабочее помещение, территория медицинских учреждений, то здесь возможно привлекать полицию в остальных местах. Там существует запись, что полиция только в общественных местах, они такую хитрую запись сделали, но полиция должна все места, если их вызвать, приезжать и реагировать на эти вызовы, на эти правонарушения. Но в первую очередь, конечно, здесь госпотребнабзор, господинабзор и потом полиция. Значит, здесь статья 6.25 в КААП, которая предполагает три части, три состава. И это можно назвать по такому уже укоренившемуся названию это ответственность собственника. Что она подразумевает? Первый состав подразумевает несоблюдение требований знака запрета курения и порядка его размещения. Такие требования должны быть установлены Министерством здравоохранения. К сожалению, пока эти требования не установлены. То есть такого приказа пока нет. Дальше. Несоблюдение требований к выделению и оснащению мест для курения на открытом воздухе и изолированных помещений для курения. Здесь то же самое. То есть такого приказа пока нет, таких требований пока нет. Поэтому после 15 ноября эти части пока нормы пока не будут применяться. И третье самое важное это неисполнение идеальным предпринимателем обязанностей или юридическим лицом обязанностей по контролю за соблюдением норм законодательства. Для простоты пишут на своей территории в помещениях. То есть в принципе здесь как бы говорится о том, что индивидуальные предприниматели или юридическое лицо должны контролировать выполнение закона. Это в большей части касается именно исполнения вот этой нормы по запрету курения. Если он не выполняет здесь проспотребнабору и другим органам даны полномочия самим определять какие критерии здесь они будут использовать для того, чтобы выявить осуществляется контроль или нет. Вот это к сожалению тоже такая общая норма и здесь придется с Роспотребнабзором долго общаться как же они будут вот эти критерии устанавливать. То есть должно быть какое-то информационное письмо еще разъяснение где они будут писать что например это будут пепельницы это будут какие-то может быть окурки на территории просто табачные дыны и так далее. То есть вот это тоже шиперстрит сделать. Но в целом вот эти три нормы мы будем называть ответственностью собственно. Рассматривать такие дела правонарушения будет Роспотребнабзор ГОПОЗнабзор Роспотранснабзор ГОГДРАСнабзор то есть здесь схема опять немного отличается от штрафов именно на граждан здесь больше не больше а только юридические лица и индивидуальные предприниматели и здесь мы опять же рассмотрим медицинские учреждения это Роспотребнабзор ГОГДРАСнабзор и Роспотребнабзор также имеет право составлять протоколы и потом отправлять их либо в Роспотребнабзор либо в ГОГДРАСнабзор просто фиксирует правонарушения и уже Роспотребнабзор или ГОГДРАСнабзор будет непосредственно применять норму налагать санкции на транспорте это опять же Роспотребнабзор в первую очередь Роспотребнабзор и ГОГДРАСнабзор но транспорт как мы понимаем больше относится к Роспотребнабзору на первом месте приоритет остальные места категории мест это образовательные учреждения учреждения культуры спорта рабочие места помещения органов госвласти рестораны бары гостиницы в них запрет вступает в силу 1 июня 2014 года будут курировать два органа это Роспотребнабзор и ГОГДРАСнабзор значит следующий важный состав правонарушения статья отдельная КАП стимулирование спонсорства значит стимулирование спонсорства у нас будет курировать Роспотребнабзор и полиция полиция в части привлечения к административной ответственности за распространение табачной продукции или табачных изделий среди населения бесплатно в том числе в виде подарков только в этой части на граждан размер штрафа будет от 2 до 3 тысяч рублей на должностных лиц соответственно и деменовных предпринимателей от 5 до 15 и на юридических лиц от 80 до 150 тысяч рублей отдельной нормой прописана демонстрация подачных изделий процесса их потребления в удивизированных произведениях для детей и взрослых сначала для взрослых от 20 до 45 тысяч рублей будет штраф на должностных лиц и индивидуальных предпринимателей на юридических лиц от 100 тысяч до 170 тысяч эта демонстрация это тоже самое стимулирование но вот решили выделить отдельно чтобы прописать поскольку идет большой поток аудиодизайнов произведений сериалы чуть ли не для детей где это все наглядно не рекламируется но идет стимулирование где постоянно курят герои и так далее на должностных лиц если это фильмы для дизайна продакции для детей то 20 до 50 тысяч здесь штраф побольше на юридических лиц 100 до 200 тысяч рублей поскольку с 15 ноября вступает запрет на рекламу табака табачных изделий продукции курительных принадлежностей то предусмотрена отдельная норма к статье к статье КААПа это нарушение рекламодателям рекламопроизводителям или рекламораспространителям запрета рекламы значит здесь курируют это в соответствии с законодательством ФАС Федеральная Киномонопольная служба штраф предусмотрен для граждан на от 3 до 4 тысяч рублей на должностных лиц от 10 до 20 и на юридических от 150 тысяч до 600 тысяч рублей в принципе здесь по сравнению с нарушением другого других запретов рекламы других видов продукции штраф больше потому что там для юридических лиц например идет до 500 тысяч рублей на должностных и там меньше 50 то есть там около 340 предусмотрена ФЗ-15 норма о неисполнении обязанностей трансляции социальной рекламы то есть предусмотрена норма что тот кто транслирует обязан тот кто транслирует вудиовизуальной продукции для взрослых если это художественный замысел показывает либо процесс курения либо саму табачную продукцию должен транслировать социальную рекламу вот за неисполнение этой обязанности также предусмотрен предусмотрен КАПом состат надзор за этим будет учитывать Роскомнабзор и ФАС ну то есть Роскомнабзор это федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий массовых коммуникаций и федеральная антимонопольная служба предусмотрен штраф на должностных лиц ИИП от 10 до 20 тысяч рублей на юридические от 100 до 200 тысяч рублей норма по несоблюдению ограничений нарушения запрета в сфере торговли табачной продукции туда входит запрет торговли в 100 метровой зоне от образовательных учреждений запрет продажи в местах где запрещено курить практически во всех местах где существует запрет на курение запрещено и продавать табачную продукцию кроме общепита с 2014 года сюда будет попадать выкладка табачной продукции то есть если запрет на выкладку будет нарушаться также будет применяться норма и запрет торговли в ларьках если это город если также в населенном пункте в сельском отсутствует возможность торговать в магазине то есть присутствует магазин или другой стационарный объект то соответственно если будет торговать в ларьках то также будет налогаться перспектива контролировать это будет Роспотребнадзор на граждан будет предусмотрено штраф за нарушение от 2000 до 3000 рублей на возносных вес от 5000 до 10 тысяч рублей на юридических вес от 30 до 50 тысяч рублей страх достаточно маленький но законодатель не хотел поднимать дальше значит отдельно прописан запрет продажи на сваи здесь предусмотрен штраф 2 до 4000 на граждан на ИП должностных лиц с 7 до 12 и юридических клят 40 до 60 тысяч рублей контроль будет осуществлять распотребнадзор и полиция продажа несовершеннолетним выделена в отдельную часть третью статьи 14 53 это здесь по несовершеннолетним достаточно высокие штрафы награждан от 3 до 5 тысяч рублей на должностных лиц от 30 до 50 тысяч рублей и на юридических лиц от 100 тысяч до 150 тысяч рублей то есть здесь смотрели в государственной думе сравнивали со штрафами за продажу несовершеннолетним алкогольной продукции там достаточно большие штрафы здесь они чуть поменьше но тоже внушительные и курировать контролировать это будет распотребнадзор но в соответствии с разделением этих полномочий необходимо писать в эти органы которые здесь введены в случае нарушения определенных норм по компетенции и можно также обращаться как в электронной форме так и письменным обращением но и устно естественно тоже можно это в полиции как обыкновенный вызов принимается записывается на журнал и так далее то есть напомним вот эти нормы закона обращения граждан то есть здесь сказывается наименование государственного органа либо может быть можно писать начальнику милиции отделение какого-то указывается имя, фамилия учетового адрес по которому должен быть направлен ответ уведомление понятно предложение заявление жалобы поставить личную подпись и дату это общие нормы для напоминания также в форме электронного документа сейчас все сайты приведенных органов они на каждом сайте есть форма обращения граждан которую можно заполнить указав адрес электронной почты также в электронном виде получить ответ либо указать свой почтовый адрес получить письменный ответ письменной формы подпиской и так далее о подпиской подпиской подпиской